хотел именно презентовать тем что отвечая на вопросы которые есть более какие-то незакрытые вещи в оконной индустрии да наша ниша она узкая но тем не менее для нас она открыта номер эта компания с 10 летним опытом мы начинали все с моей с маленькой компании где я находился замерщиком мой товарищ устанавливал эти окна мы продавали и раскачивали себя сами начинал в окнах уже более 12 лет начинал все с монтажника окон и на данный момент мы расширили свою компанию до 80 сотрудников у нас обороте это в средний 40 50 миллионов ну и где-то в районе 12 тысяч метров квадратных мы продаем и сами устанавливаем наверно где-то квадратом 7000 разных объектов это и алюминий и и и пвх и дерево все все это все что связано с спк светопрозрачной конструкции ну то что говорил 10 лет на рынке считаем что мы успешная компания успех я оцениваю именно опытом у нас много ошибок да на которых и построился опыт и то что дает нам уже делать это безошибочно потому что на нашем рынке но практически не ошибается никто сфера услуг она тяжелая и эти тяжести мы все приложили в опыт и умеем закрывать все процесс процессы связанные с этим говорю что прошел я путь с монтажника окон и до до уже производства и продажи и наладку все всех процессов связанных из продаж и из логистика и на данный на данный момент и работа с соцсетями погружаясь потому что вопрос очень интересный как по мне кажется каждый из дизайнеров наверное сейчас работает соцсетями продуктивно здесь я тоже наверно где-то упустил момент потому что инстаграм развивался уже если не ошибаюсь год лет шесть и я вел свой личный блог но не так активно надо первый год вот три месяца я с личным менеджером но там принимают участие сильное развиваясь и там также по развиваясь плане маркетинга конечно может будет мало интересный для дизайнеров ну для этой аудитории на которой я сейчас вещаю но тем ни менее очень интересная и кто подпишется может на его инстаграм или может задать какие-то вопросы мы с маркетологом много делаем чтобы быть успешными на рынке лидов как говорится это вот хочу презентовать нашу команду это не все сотрудники но тем не менее то что показать что группа лиц на этом шоу не шоурум а именно центральный наш офис вообще у нас здесь нет фотография но мы имеем шоурум в москве со всеми образцами там у нас дома в разрез именно пеноблочный дом кирпичные было дом кусок зимнего сада ну часть зимнего сада в разрезе и всевозможные уголки также у нас есть хэс порталы фс порталы это гармошки так называемая это все можно пощупать попробовать кому интересно тоже пишите обращайтесь я думаю найдем совместно время и могу вам привести экскурсию и рассказать что как где ставится для чего это делается а здесь на фотографию у нас центральная центральный офис он в вантеевке 1070 квадрата там находится логистика монтажные отделы сердце компании там тут же у нас в вантеевке находится производство алюминиевых и пластиковых окон ну что касаемо маркетинга да я уже сказал в принципе мы активно уходим в сторону сторону маркетинга на это и поиска лидов также принципе мое представление приходит сюда это тоже часть маркетинга может плана да нам интересно сотрудничать с дизайнерами так как для нас принципе дизайнер это тоже конечный клиент который что-то проектирует что-то делает и мы ему тут можем помочь закрыть профессиональный вопрос и также совместно заработать потому что затраты в маркетинге на данный момент они очень большие и как если мы расценим что работаем с дизайнером его работает его работаем на дизайнер это тоже часть маркетинга где он может привести нам клиента мы можем успешно выполнить свои работы закрыть их до логических завершений и тем самым выплатить маркетинга вознаграждение дизайнер да так как я считаю что это тоже труд и вот мой 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 шаг в сторону дизайнеров это тоже как маркетинг и спасибо евгению тюрину что он дает возможность выступить вот в этом как бы коллективе дизайнеров так для меня это дворюбе одно из первых таких контактов это была выставка а сейчас онлайн конференция наш опыт позволяет реализовывать много вопросов и проблем связанных именно настройки и проектирование и дизайна именно почему там потому что дизайнеры и архитекторы они очень много бывает нарисуют и спроектируют со стороны красоты что-то сделают ну красиво красивую картинку и потом нам нужно ее реализовывать технически это невозможно бывает зачастую но говорю у нас даже был такой опыт ставим марины александровны окна актриса такое мне было желание сделать окна 2 700 высотой на 1300 шириной в пвх это было невозможно практически сделать но алюминиевые окна не потянул заказчик финансово и мы пришлось это реализовывать в пвх усилять это дорабатывать практически уже без системодателя а самим чтобы это все было еще гарантийная работала так что опыт уже накопили и готовы понимать и принимать все вот картинки как они есть и завершать это все в установленные сроки качественно не все желание заказчика и дизайнера выполнять но то что мы говорю еще наш девиз не стоять на месте он действительно есть такое потому что в этот год мы открыли для себя многие направления на данный момент окна все становится больше шире стеклопакеты и окна и здесь мы тоже активно развиваемся работаем с новыми профильными системами пытаемся привести что-то из-за границы чего не достает у нас здесь и компетенция работать с новыми материалами герметиками но еще разными всякими фишками даже можно построить именно те конструкции которые нужно для клиентов здесь я приготовил некоторые материалы алюминиевые до задержка только идет вот между трансляцией видео здесь что говорю при это презентовать там с какими алюминиевыми системами работаем с какими покрасками работаем для чего я хотел бы показать понятно сейчас картинка не передаст никакую информацию но у нас заготовлены хотел сказать для дизайнеров специальные всякие каталоги которые ну реалистичные передают цвета это естественно ну покрашено в тоже камере кусочки алюминиевых сплайта листов которые мы передаем дизайнером когда чтобы могли согласовывать сразу с клиентами какие-то цвета так как да зачастую пользуются обычными ралами наши конкуренты можно сказать да что не точно передает свет также там например если нужно анодировка да там клиенту все что касаемо алюминия да тоже передаем каталоги также делаем анодирование золото серебро черное ну все что клиенту нужно чтобы не показывать ему на пальцах и телефоне также это можно презентовать так как но для чего делаются мелкие каталоги у нас есть шоурум там есть все образцы полноразмерные и там можно попробовать этот как бы на ощупь и цвет и увидеть его все все сделать но как нам показывает рынок у нас большой пул клиентов даже когда этот коттедж стоит 16 20 миллионов клиент не выезжает на на адрес а хочет заказать это там просто подписать договор понятно когда большой заказ то мы стараемся даже сделать маленькая кошка выкрасить его цветное стекло поставить туда показать что ну вот у вас будет такое клиент ставят там в офисе или где-то и и вопрос закрыт но это же нужно добавлять стоимость а если у нас небольшой заказ это квартира какая-то балкончик да человек хочет все посмотреть пощупать сразу то это как лучше сделать в образцах да чтобы человек был знает знаком если вот сказать там деревяшки то мы по дереву даже с объектом несколько окон мы сразу делаем выкрас на ламели деревянно если это дуб на дубе если состав на сосне и передаем клиенту там например дизайнер до просим вы согласуете с клиентом и тогда мы уже ну а даем это покраску что вот это будет такое тут алена волкова спрашивает мне супругу тоже зовут во алена был бы опыт использования конных в качестве межкомнатных перегородок вы знаете алена тут я наверно сейчас попробую переключить даже слайд презентация так как это мне сделать да хотел открыть перегородки что-то не могу их найти я не очень пользователь хороший в плане компьютера чтобы все это быстренько сделать но объясню так для перегородок я хотел показать фотографии есть спица специальные перегородочные профиля они есть как и офисные для это где можно ставить заполнение в одно стекло можно заставить заполнение в два стекла между ними ставят жалюзи разные можно это с бамбука делать можно делать это с алюминиевых ламель до остальных ламелей также руль шторы туда закреплять но также и в комнатах возможно устанавливать с металлическими числов такие есть направления они есть на ядовские дорогие есть подешевле они делаются со стали стали на к это крепче в три раза нежели алюминий и там перехлёст можно делать в районе двух сантиметров а высотой делать это до 4 метров тогда вот и как раз получается прозрачные такие световые окна и они но еще есть в локте есть жиркой потеки но здесь именно как бы оконные рамы они будут проигрывать из-за того что пластиковые рамы у них перехлёст большой конечно если это стоечно ригельную систему использовать вот например я здесь как раз приготовил это стойка ригель да у нее видимая часть 5 сантиметров это ее используют на фасадах можно делать теплые зону до устанавливать стеклопакетом прижимаешь снаружи крышкой и делать именно теплые окна и с минимальным перехлёстом потому что у нас сейчас именно в бьются все да если мы например в раме оконной делаем дата у нас это вот большие перехлёсты а когда мы делаем стойку ригель то это в два раза меньше и устанавливаем стеклопакет так можно и стоечную ригельную систему использовать для перегородок но это теплое а если вам тепло не нужно а это внутри помещения то мы изготавливаем именно или лофтовые такие перегородки или с алюминия не тоже возможно сделать до четыре с половиной метра а также цельно стеклянные перегородки даже сейчас есть цельно стеклянные перегородки откатные с четырьмя треками если понимаете о чем я говорю что нужно и три четвертых проем открывать что сейчас тоже поменяется конечно тут звукоизоляция будет не очень хорошая если вы хотите звукоизоляцию именно сделать то это нужно зажимной профиль делать можно тоже цельно стеклянную но будет зажимной профиль можно спрятать там например за гипсокартон или в стяжку а у вас будет цельное стекло стоять но тем не менее мы ставим триплекс проходим это специальным герметиком стекла между собой склеивается на прозрачный скотч высоту мы можем делать до четыре с половиной метра и в этом случае у нас для это именно звукоизоляция будет хорошая там районе 24 32 дБ можем сохранять вот что касаемо перегородок и специальные свои профиля и они кстати будут бюджетнее нежели использовать если аква вообще ну оконные профиля используют перегородка ему как для меня это дикость зачастую это кончики и делают но это за неопытности наверно потому что они все с окон привыкли конструировать но для этого есть специальные направления они как бы эти направления вообще перегородках они живут отдельно от спк спета прозрачной конструкции как бы окончики но мы занимаемся у себя и этим направлением тоже и и даже противопожарным перегородка занимаемся что тоже актуально сейчас не коммерческой вот из коммерческой именно постройки где пожарники очень много цепляются ну здесь что хотел еще до подчеркнул презентациям просто поменять окна и застеклить но это уже не варианта здесь конечно мы подходим все это с большим опытом а именно если работаем с направлением дизайнера архитекторов мы людей и у нас если 11 замерщиков работает компания то на определенные вот такие заказы как это дизайн прораб то мы привлекаем специальных замерщиков не привлекаем то есть это штатные наши сотрудники извиняюсь задумался и которые очень компетентные которые знают все системы которые выезжают с каталогами и уже на объекте помогут вам подобрать то что вам нужно именно я говорю что мы всегда наберем на себя именно ответственность чтобы подсказать что человеку нужно потому что там бывает клиент хочет например дерево да мы говорим здесь очень сыро да например это подвальное помещение мы отговариваем стая дерево старую стараемся объяснить потому что если она без алюминиевого оклада она там сареет очень сильно и и на солнце коробится и да это ну эксплуатация будет не очень интересно как бы не будет вызывать удовольствие и для нас очень важно сразу предупредить клиента да что вот этого не стоит делать а вот это здесь можно да а как это можно сделать например там хотите алюминиевые волокна да мы стараемся сразу предупредить что сейчас хотят там чтобы перехлёстом например у рамы и створки было было одинаковый там но если это глухая часть и и от и ну и там где открывается то есть специальные створки которые прячутся за тело рамы и и глухой части и отрывной части это будет одинаково прозрачно да потом ну так же я говорю что если это например там балконы какие-то да то мы стараемся клиенту сразу объяснить что если это будет совмещаться помещение то обязательно лучше сделать там не 70 какие-то системы 80 и более теплые потому что стоимость но не не сильно будет отличаться вот 70 классической системы а так как нельзя выносить батареи там на балкон и нового топительный какой-то прибор связанная с общем отопление помещений в доме а нужно будет отдельно это отапливать то это будет выгодно на долгосрочном они коротковременно вот это выгода но стараемся все сказать чтобы потом до нас не было вопросов почему вы тот или иной вопрос не за не закрыли ну вот тому как бы тут блок вы выделили что дома советских построек они выглядят уныло да из того что они все строились одинаково да не имели никакого наполнения на данный момент мы можем смело делать разные совершенно окна и дополнять подчеркивать дом какими-то и цветами да у нас есть возможность на производстве не только ламинировать окна также их и красить потому что ну для оконных в оконной сфере на пластиковых окнах всегда используется ламинация да эти образцы которые вы тоже можете заказать у нас они есть и классические цвета как сейчас там антрацитовый серый любят там также темный дуб золотой дуб также есть по дерево такие модные надо на данный момент образцы все это можно образцы попросить через нас мы предоставляем их для нас наших компаньонов чтобы можно было сразу без нас уже обсуждать с человеком что-то да как его окно окно сделать чтобы для нас было потом уже легче также что хочу презентовать еще раз повторится если кому интересно вы можете проект писатель ко мне в лично в инстаграм и договариваться встречах можно это групповая сделать я готов сделать маленькую презентацию какие-то под не какие-то подготовить в образцы то что вам бы было нужно и подготовить техническую документацию с ограничениями всеми чтобы у вас это что-то было понятно ну какой-то вводные мелкие по окна также мы печатаем постоянно что хотел подчеркнуть каталоги они тоже со всеми оконными решениями здесь имеется и с портала их описание где они применяются и с портала также утепление соединение балкона в работаем очень в разные конечно это и и как сказать очень дорогие коттеджи и просто окно у бабушки да и также балкон где нужно там застеклить утеплить разные алюминиевые системы вот такие каталоги можно тоже при можем презентовать вам передать если кому и очень нужно совершенно бесплатно так чтобы понимали с какой продукции мы работаем работаем принципе со всеми профильными системами и со всеми профильными системы практически алюминий ну понятно те системы которые забоются на рынке да мы не принимаем потому что всю систему перерабатывать все системы перерабатывать это сложно но с основным как алютех шупо пассиал мы работаем также века прихау это пластиковые решения мельке мелкая то тоже с ними работаем ну а дерево это 68 78 евро брус ну немного о нашем производстве она находится в городе ивантеевка за и раньше мы изделия все заказывали материала дальше заказывали переработку вот уже как два года мы сами занимаемся производством это никак не отражается на цену на цену да что мы захотели там больше зарабатывать все это связано с тем чтобы более оперативно делать потому что нашим клиентам зачастую зачастую нужна скорость особенно ген подрядчики да это такая у них всегда боль у них нужно вчера и вот у нас в этот год уже наверное мы дверей сделали в алюминиевым теплом наверное штук 15 за неделю чтобы вы понимали срок изготовления таких изделий это месяц но когда наши клиенты просят мы отказывать честно говоря вообще не можем даже пытаемся нам все равно звонят и мы все равно соглашаемся на все потому что даже в плане дизайна на дизайнеры есть которые работаем недавно был у меня случаи наш полин дизайнер а моя землячка с украины она 5 раз мне позвонила я сказал что так нельзя делать она на 5 уговорила мне сделать но слава богу сделали все стоит и хорошо люди не могу презентовать что именно делали да но тем не менее находили решение вывезли специально стекла и у нас одно производство из больших джамбо пакетов которые делают больше пяти метров это челябинск они нам коллег компаньон наш привезли проект был закрыт потому что ну слово клиента для нас закон изготавливаемые двери фасадные системы теплые алюминий холодный алюминий да работаем вот то что на экране есть основными компаниями это gc стекло также гардиан в основном даже больше можно сказать с гардианом работаем это исторически сложилось а с фурнитурами рота также зигения это 2 фурнитурных компаний которые зарекомендовали себя очень положительно на рынке у них хорошие склады которые всегда поддерживают когда который всегда выручает и проблем с поставками у них нету также профильная система шуко это алюминиевая система номер один я считаю на рынке да кто-то скажет это дорого но зачастую решений у других компаний нету и тут вопрос многих решений вообще других компаний нету это что касаемо и дерево алюминия это что касаемо тип троник всяких электронных систем которые помогают открывать двери с помощью электроника параллельно сдвижных окон так далее тому подобное конечно это системодательный номер один на рынке профиль рехау и профили мелкие это пластиковые направления тоже ребята которые закрывают все потребности это от обычной классической оконной системы 6070 и также в 80 системах более теплых которые требуются на рынке все больше так как у нас все загородное строительство очень широко начало набирать оборот и если например в старый вторичный фон до квартиры в них принципе и не так нужно сильно нашей 80 системы я веду чем шире чем теплее это почему потому что избыток тепла ну что дает теплосеть и вообще избыток тепла очень большой у нас его достаточно и так помещение не проветривается да как правило до вентиляции нет никакой квартирах кроме кухни и ванна комната то соответственно нам мы там 80 и вообще не нужно я говорю только если это балкон и он будет соединяться с комнатой а вот загородным строительстве тут желательно чем теплее окна тем будем меньше тратить или энергоресурсовая как правило еще и там газа не туда и там острый вопрос затраты и здесь люди сами становятся экспертами не стараются искать а то что лучше а что теплее и вот вот эти восемьдесятые системы да потому что раньше жили шестьдесятые потом семьдесятые потом восемьдесятые никак нам не могли развинуться пока не началось клубно-загородное строительство и люди там тут начали сами разбираться так вот в этих теплые и холодные ну как будет более холоднее то есть менее теплые более теплые системы также 80 а также есть хрис порталы и всякие возможные слайда ну что хотели презентовать свои это и побольше объекты да немного и скромных если они больших но также это объект на боискалька 42 пенсионный фонд один их можно сказать последних проектов пенсионного фонда когда они строили для себя сами мы участвовали в таком здании это круглое здание это тяжелая геодезия это тяжело согласование вместе с фасадчиками это здесь алюминиевые системы также это работа с компания павелон генподрядчик это летное училище я я очень горжусь что мы были задействованы в этом проекте и объясню почему это летное училище и которая построилась ну как тут первое не не зави ну как после распада советского союза потому что у нас шестьдесят восьмого года если не ошибаюсь не строилась ни одно военного ну летное училище и так как сейчас развивается у нас и крепкое государство это под парадонажем президента очень как бы хороший человек он выбил что нам нужно училище построить это построить для детей и здесь будут дети учиться лет с седьмого класса поступать и гордость такая распирает потому что мы задействованы были возрождение чего-то большого понятно что наше вложение там она совершенно мелкая на это лично мое как бы греющая не душа вещь также презентуем презентуя остекление загородных домов это часть зимнего сада проект сложный для меня для вас может он не предоставить никакого и какой сложности и здесь человек готовилась менеджер презентацию написала что это делает но там было еще и дала это здесь алюминиевая конструкция сложность ее было именно здесь в том что заказчика я хотел присоединить вот такой тамбур стеклянный с куском стеклянной крыши часть зимнего сада к деревянному дому так как алюминий практически не имеет линейного расширения да он стойкий и мы его поставили на бетонную конструкцию на бетонную основу а дом у нас деревянный он дышит постоянно ходит и здесь мы специально тоже продумывали с проектировщиками плавающий крепеж который бы позволял дому ходить а конструкции стоять на месте да и не делать разрывы и так как еще это зона где может все протекать то там использовали специальные герметики которые имеют тоже эластичность и большой ход и срок службы служба у них 25 лет как нас гарантировал поставщик да это немецкий и дно и мы долго с ним работаем нареканий не было на данный момент уже конструкция стоит три года и здесь тоже все слава богу хорошо ну то что наши окна согласно госту делается варю дину дин это немецкий гост он выше ну и не сказал бы что конечно немецкие гост и выше наших наши тоже гост и все очень хорошие но и все что даже гост ограничивает мы тоже делаем иначе просто на этом рынке невозможно да сейчас каждый планирует себе строят как он хочет да и не опирается и гост его никакой не остановит а мы уже потом говорю приходим это да делаем додумываем но для меня это тоже очень важно и нам интересно быть в интересных проектах даже пусть это будет маленькая кошка до самое и это будет бюджетный заказ но мы можем него там витражи сделать интересную тоже образцы которые можем предоставить протяжкой какое-то до классический витраж английский сделать с алюминием там чтобы именно реализовать красивый проект чтобы он был индивидуальный красивый и человек был доволен я лично у себя тоже сейчас дом в стадии строительства дома я не собирался сделать это что-то похожее она все да это все-таки детище до твою даже пусть это у тебя ремонт проходит квартире тоже все равно тоже как дети считает а хочется поиграться ну сколько ты раз 25-35 лет закроешь ремонт все сделаешь готово мне кажется все равно должно тебе на полно твой ремонт должен наполнять тебя чувствами что ты сделал все здорово все продумал да и кстати я у себя тоже в доме работаю в строительстве 20 лет и я у себя в доме тоже приглашал и дизайнер архитектора чтобы не все сделал потому что я знаю что это очень большая как бы компетенция значит что и как сделать а то как настроишь потом думаешь или продавать и новый строить да или не знаешь что что с этим делать или с горем жить пополам ну и варю весь современный дизайн для нас это не не пугает не только задарию задоривает что и круглые окна и трапециевидные всякие большие пакета максимально какие можно сделать все 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 что связано со стеклом и это не традиционное остекление это всегда задарию задоривает на исполнение также вот хотели продемонстрировать это с левой стороны у нас это дорогие окна так назовем да деревянные какие-то с наложенными спросами и резными да и вот с левой стороны у нас стоит пластиковое окно за то что я и говорил если даже клиент не обладает сверхвысокими деньгами да но все равно стараемся ему посоветовать как можно обыграть окно сделать красиво это будет бюджетно это внутренние спроса ламинация то есть внутренняя раскладка с основными вензелями и это очень просто делается и не так дорого да но зато у вас уже будет индивидуальное окно хочу вам сказать что готовы для индивидуального рассмотрения подходите к нам спрашивайте задавайте вопросы всегда готовы сотрудничеству работе и так и взаимоплодотворным результатом спасибо что прослушали звоните пишите буду рад общаться всегда в инстаграме телеграме и в других чатах спасибо